Они входят в списки лучших биатлонистов страны и теперь на них равняются юниоры. В Чубаксары после богатого на победы сезона приехали Татьяна и Вячеслав Акимовы. Они встретились с воспитанниками детско-юношеской спортивной школы. Сегодня же супругов принял глава республики Михаил Игнатьев. Подробности в следующем материале. Нынешний спортивный сезон супруги Акимовы называют насыщенным и успешным. Недавно Вячеслав одержал победу в индивидуальной гонке и спринте на чемпионате по Волжье по биатлону. Татьяна завоевала серебряную медаль на всемирных военных играх, а также золотую и бронзу. На этапе Кубки мира в чешском городе новое место. Я очень много стартов, еще так никогда не бегала. И в физическом плане, быть может, я еще как-то была сильной, но в плане эмоциональном, психологическом, это довольно-таки тяжело такую нагрузку испытывать. По итогам рейтинга Союза биатлонистов страны Татьяна занимает первое место. Спортсмены признаются, что высокие результаты – заслуга тренера. На подготовку своих подопечных Анатолий Акимов тратит много сил. Везде помогает, спонсирует, оплачивает, покупает экипировку, лыжи, все, что нужно. Патроны, даже мы винтовку покупали за свой счет, так как нужно лучшее из лучших, немецкое. Сколько с детства он нас, как меня, как свою дочку воспитывал, и столько дел для меня. Столько, то есть я ни в чем никогда не нуждалась, вот просто, у меня были все удобства. И вот просто вот ему от всей души, вот хочу сказать огромное спасибо за те тренировки, которые он мне. Мы тренировались с детства, мы очень много тренировались с ним. Ваше участие уже в сборной команде Российской Федерации, то, что вы защищаете честь Российской Федерации, она формирует уже общественное мнение, как пропаганда для того, как нужно жить правильно, как нужно вести правильный образ жизни. Власти республики заинтересованы в развитии биатлона. Количество поклонников этого вида спорта в Чувашии растет. 700 миллионов рублей выделяли, к сведению хочу сказать, ни денег не сокращаем, ни эту сумму, это как раз для массового спорта. В этом году в Чебоксарах откроют и современный центр подготовки по биатлону. Введение строй, конечно же, нам позволит собрать всех желающих заниматься этим видом спорта, позволит и проводить большие мероприятия. Мы увидим, наверное, вас здесь, на нашей базе, где вы будете соревноваться с лучшими спортсменами России. Михаил Васильевич правильно отметил, мы в этом году хотим заявиться на один из этапов Кубка России среди ветеранов. Ну а в планах Татьяны Акимовой активные тренировки. В следующем году она может войти в состав олимпийской команды. Сейчас я надеюсь, что я наберу силы и на следующий год уже буду с новыми силами. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.